Что может поднять настроение человеку? Конечно же, подарок. Его любит получать каждый человек, вне зависимости от возраста и пола. Сделан ли он просто так или в какой-то праздник? И у такой замечательной традиции есть свой день. День подарков. Праздник, который отмечается в ряде стран ежегодно 26 декабря. В теории возникновения дня подарков много. Известно, что появился он очень давно, но стал официально праздноваться только в прошлом веке. Подарками обменивались накануне Рождества. Дарили их в коробках. Отсюда и официальное название с английского «боксинг-дэй». То есть в буквальном смысле день коробок, куда кладут подарки. По рейтингу за 2019 год 88% людей по всему миру отдавало предпочтение не новизне, а именно удобным и практичным подаркам. Также стоит отметить, что каждый четвертый человек в своей жизни хоть один раз сожалел о том, что подарил не совсем то, что хотел его близкий человек, потому что покупал подарок в спешке. Также в отношении мужчин и женщин мужчины более чаще переживают за то, что их подарок может не понравиться. Это 43% к 39%. А также 91% людей по всему миру считает неважным, сколько стоит подарок от любимого и дорогого ему человека, если он просто его им подарил. А какие подарки у нас сегодня актуальны, узнаем у жителей столицы. Для меня, чтобы мои дети были всегда здоровы, всегда все было хорошо у них, у них все учеба была, все хорошо у них, чтобы они хорошо учились. Главное для мамы только это главное. Здоровье самое главное для себя и для всех своих близких. Много-много счастья хотим, чтобы в мире было спокойство, богатство. Все люди не болели, это боление закончили бы скорее. Люди жили хорошо в этом году. По итогам года и небольшому опросу можно сделать вывод и лишний раз убедиться, что здоровье – это главный подарок. Так пускай оно сопутствует каждому.